В прокуратуру Саратова обратились члены Российского общенародного союза с требованием приостановить земляные работы на территории Алексеевского городища, исторической достопримечательности Саратова. Около года назад на месте археологического памятника федерального значения появились вырытые траншеи. Однако в ответном письме обеспокоенным активистам пояснили, что раскопки ведет администрация города с целью отвода ливневых вод для предотвращения оползневых процессов. То есть вот эту у нас траншею специально вырвали для того, чтобы у нас тут как бы был водоотвод. То есть мы вот специально дождались год и вот приехали посмотреть, как работает у нас водоотвод. Потому что прокуратура, я так понимаю, на место не выезжала, не проверяла данные. Наше заявление осталось на ответ, который тоже как бы не соответствует действительности. То есть, уважаемые телезрители, вы как бы видите, что вот эта вот траншея, которая вот как бы происходит тупик, вода стоит, никуда она не отводится, все это оползневается. То есть вот это мы находимся на федеральном памятнике археологического значения. На первый взгляд Алексеевское городище выглядит как обычная зеленая поляна с обрывом в Волгу. Однако археологические раскопки показали, что эти земли хранят в себе тайны бронзовой эпохи и златоордынского времени. Более того, существует мнение, что именно здесь и началась история нашего города. Утек – это чисто золотая орда. То есть там без примесей, без всего, который прочитывал довольно-таки очень короткий период. Занимались они там чем угодно. Ну, как бы привязанности нет. Почему мы сюда привязались? Потому что здесь, на этом месте, были найдены предметы с клеймом Рюриковичей. То есть здесь, именно на этом месте. То есть я хочу объяснить, что Турф и Засекин – это были служивые люди. То есть они не основатели, их сюда послал Федор Иванович. То есть сын Ивана Грозного, который был у нас Рюриковичем. То есть сюда, вот на это место, на котором найдены предметы с клеймом Рюриковичей, были посланы служивые люди. Это была государственная программа для укрепления границ Московского княжества на тот момент, именно от Степняков. Именно Рюриковичем, на чем мы сейчас делаем основной наш акцент. Еще несколько лет назад этому интереснейшему объекту культуры грозило полное уничтожение из-за лишения статуса памятника археологии. Кроме того, городище считалось утраченным в силу общей застройки побережья Волги дачами. Сегодня активистами проводятся серьезные работы по восстановлению исторического объекта. В настоящий момент ведутся переговоры с историками и геологами СГУ о создании на этом месте археологического парка, который, возможно, сделал бы Саратов более туристически привлекательным.